Непривычный строгий костюм и забранные волосы – всё, чтобы казаться хоть чуточку старше. Ещё пару месяцев назад Наташа Волкова была студенткой педуниверситета. Сегодня она Наталья Сергеевна – учитель математики у пятых и шестых классов. Это её первый день знаний не в роли ученицы. Ты ишь уже рядом с такими опытными педагогами, рядом. Когда-то сама выпускалась, и кажется, что вообще-то это так было недавно. Было, конечно, очень страшно, боязно, как дети посмотрят на тебя, как примут тебя. Но всё прошло хорошо, хотя, признаётся Наталья, сначала дети принимали её за 11-классницу или старшую сестру одного из учеников. Директоры рассказывают, что всегда с удовольствием берёт на работу выпускников. В прошлом году коллектив школы пополнился двумя младыми специалистами. В этом пришла Наталья. Это новизна идей. Это новый современный подход. Это уроки, вот лёгкость, это вдохновение. Все пугают, что дисциплина, что они не будут держать дисциплину. Но дети вот как будто они чувствуют. Если с ними разговаривают на равных, да, то и они, конечно, говорят, они поддерживают. Говорить на равных для Натальи – это быть современным, придумывать новую форму проведения урока, использовать компьютеры и уметь сделать 45 минут занятия незаметными. Учитель должен быть в меру строгим, в меру серьёзным. То есть надо некоторые моменты воспринимать с юмором. Некоторые учителя не умеют. Таких, как Наталья, не так уж и много. Она подсчитала, что только 10% её однокурсников пошли работать по специальности. Завтра Наталья Сергеевна напомнит классу про сложение и вычитание. Для этого она весь вечер просидит над конспектами. На первых порах приходится расписывать целый сценарий урока. Сегодня девушка вспоминает своих школьных и университетских учителей, тех, кого боялась и кем восхищалась. Для себя Наталья вывела собственный алгоритм преподавания – строгость с долей юмора. Ольга Амелина, Николай Замараев. Новости Вологда.